8.53 в нашем осеннем, ну, немножечко таком сумрачном Санкт-Петербурге. Зато у нас есть программа «Утро в Петербурге», где всегда солнечно, я даже не побоюсь сказать, всегда лето и хорошее настроение. И всегда есть повод для праздника. Вот, например, Театр комедии имени Акимова сегодня отмечает свой юбилей. В этом сезоне прославленной площадке исполняется 95 лет. Подарком для зрителей станет спектакль «Тень». Это визитная карточка театра. А еще там обновили экспозицию «Акимов, Шварц, Тень». Подробности у нашей коллеги Татьяны Павловичевой. Она выходит на прямую связь со студией. И, насколько мы видим, Таня подготовилась к середине. Уж не тень ли это, Татьяна? Кого вы превратились? Доброе утро еще раз, коллеги. Доброе утро, Петербург. Ну, даже не знаю, как назвать моего персонажа. Скорее всего, это корреспондент, который воспользовался служебным положением и примерил реквизит. Это, по сути, экспонат выставки. Действительно, выставка «Акимов, Шварц, Тень» откроется уже сегодня вечером. Мы приехали одними из первых. Пока что даже еще идет частично монтаж. Но вот мы с вами здесь видим, например, вот такой макет театра. И рядом персонажей, костюмы, эскизы костюмом, которым рисовал сам Акимов. И некоторые костюмы мы совсем скоро с вами тоже увидим. Ну и подробнее о выставке мы поговорим с ее куратором Анастасией Гриб. Доброе утро. Доброе утро. Вот экспозиция обновленная. Что же именно изменилось? Как изменилось это пространство? Ну вот надо сказать, что мы в театре комедии уже несколько лет функционируем как полноценное выставочное пространство. В 2021 году мы сделали две выставки. Сначала выставку, посвященную Акимову, а потом выставку совместно с Литературным музеем, посвященную Шварцу. И то, что сегодня зрители увидят и смогут увидеть на протяжении всего сезона, это обновленное пространство, экспозиция, которая была сначала посвящена Шварцу, а сейчас мы сделали больше упор на тандем Шварца и Акимова. И самый главный акцент, это наша визитная карточка, это спектакль «Тень», который Шварц и Акимов создавали в театре комедии. Да, и его ставили здесь четыре раза. И какая при этом сохранялась, быть может, преемственность от постановки к постановке? Ну, самое главное, что первая постановка была Акимова, вторая постановка была Акимова, и, конечно же, режиссерский почерк сохранялся. Но следующий режиссер Аксенов с помощью первой и самой такой главной ученицы Акимова Марина Азизян, они постарались воссоздать визуальный образ, основанный на костюмах по эскизам самого Акимова. А вот здесь вы сможете увидеть несколько афиш, и здесь просто видны составы, кто участвовал в премьерных постановках, афиши, программки. Вот мы с конца пошли, 2003 год, 1984, 1960 спектакль самого Акимова и первый «Тень» 1940 года. Ну и предлагаю поговорить нам о костюмах, ведь очень многие вы, во-первых, вы их представляете впервые на экспозиции, и еще очень многие вы реставрировали. Вот над какими шла наиболее кропотливая работа? Ну, надо сказать, что это была даже не реставрация, а реконструкция, потому что у нас сохранились только лифы из спектаклей, из спектаклей 1984 года. По эскизам Азизян, вот вы видели как раз там маленькую фигурку с вот этим костюмом. Посмотрите, здесь воссоздана роспись по ткани масляными красками с аппликацией, то есть такие вот бархатные вставки, и получилась настоящая картина на юбке. А здесь тоже была полностью восстановлена юбка, и приходилось расписывать вручную с помощью такого интересного инструмента под названием фунтик. Анастасия, спасибо вам большое, но я, конечно, обращу внимание на то, что здесь есть и костюм самой тени, и в этом костюме сегодня актер на юбилейном вечере выйдет на сцену. Спасибо.